Всем привет! Сегодня я покажу вам, как самостоятельно заколировать краску. Что такое колировка и какой она бывает? Просто говоря, это смешивание краски базового белого цвета с пигментами, чтобы получить краску нужного нам оттенка. Во многих крупных супермаркетах можно воспользоваться услугой машинной колировки. Но если такой возможности нет, можно заколировать краску самостоятельно. Первый и самый важный шаг – это выбор колоранта. Чем выше концентрация пигмента, тем ярче и насыщеннее получится цвет вашей краски. Такого колера хватит для большого количества, значит, можно сэкономить. Лучше выбирать универсальные колеры. Они подойдут для материалов на любой основе. Именно поэтому я выбрала колеры Tiziano Mix. У меня есть три насыщенных цвета – красный, желтый и синий. Но вы можете выбрать любой цвет, всего их 26. Но и это еще не все. Смешав колеры между собой, вы можете получить любой цвет. Для сравнения возьмем колеры других торговых марок и сравним их с колером Tiziano Mix. У меня есть матовая эмаль Alicaor, и мы ее заколируем. Итак, мы открыли нашу краску, уже ее перемешали заранее. И сейчас мы разольем ее по стаканчикам, чтобы начать колировку. Сейчас будем тестировать колоранты Tiziano. Перед тем, как начать колеровать краску, нужно обязательно встряхнуть колоранты. Очень быстро колорант смешивается, и краска приобретает нам необходимый желтый цвет. Конечно же, когда будут большие объемы, вы будете смешивать это все миксерами. Итак, мы добавили три кубика колоранта. И вот, видим, получился у нас желтый цвет. Теперь мы хотим сделать голубой цвет. С помощью колоранта Tiziano Mix сейчас мы его получим. Набираем три кубика колоранта. Вот такой вот цвет у нас получился достаточно красивый, хорошо перемешался. Колорант Tiziano Mix цвет ауэль. Сейчас также добавляем три кубика. Вот мы видим, отметка три единицы у нас ровно получилась. И добавляем. Достаточно быстро перемешиваются. Я думаю, наш цвет ауэль готов. Когда вы купите себе колоранты, любые вопросы, которые вы захотите узнать, отрываете верхнюю часть, раскрываете, и вы видите полную инструкцию. Все нюансы нанесения вы сможете прочитать именно здесь. Также о способе применения вся информация. Как разбавлять, в каких пропорциях, чтобы получить какие-либо оттенки. Теперь приступим к другим производителям и посмотрим, насколько они концентрированы и какие они дадут оттенки в сравнении с нашим цветом. Начнем с желтого. Мы будем набирать также три единицы и перемешивать. Некоторые производители рекомендуют взбалтывать колер 30 секунд. Что мы сделали? Матовая эмаль для колора, она очень легко перемешивается, очень приятная консистенция. Получается, после того, как мы добавили колорант, она немножко разбавилась, стала пожиже. Сейчас мы показываем колоранты по одинаковым оттенкам. Три единицы. В принципе, все. Вот у нас получился такой приятный нежный голубой оттенок. Теперь для сравнения мы сделаем тоже другой производитель, но оттенок не голубой, как наш, а более темный. Заранее я его перемешала. Теперь мы набираем три единицы и добавляем в краску. Итак, мы перемешали. Вот получился у нас, ну, как бы синий должен был быть, темно-синий. Цвет мы видим, что не совсем тот, который должен был быть, да? То есть это говорит о том, что расход у данного производителя будет очень высокий, что достаточно неэкономно и невыгодно. И последний наш производитель – это цвет ауы, такой же, как и коллера Тициану Микс. Мы берем три единицы и смешаем. И вот такой ауы цвет у нас получился. Персико, что ли? Мы поставим их рядом с коллером Тициана и посмотрим, какой цвет победил у нас, стал достаточно ярким. Тем самым мы подскажем вам, как сделать выбор правильно, чтобы это было выгодно для вас. Потому что расход коллера влияет на насыщенность цвета. Тем самым вы можете приобрести более выгодную покупку. Итак, мы начнем с желтых цветов. Я буду вам их покатывать, а вы делать выводы. Перед нами коллер Тициана, желтый цвет. Вот такой оттенок у нас получился. Это другой производитель, тоже желтый цвет. Напомню, что количество коллеров было абсолютно идентичным. Алый. Это коллер Тициана. И это другой производитель, тоже алый цвет. Вот что у нас получилось. Так, теперь у нас есть два производителя. И наш коллер Тициана. Значит, вот наш цвет голубой. Это первый производитель, цвет голубой. И второй производитель, цвет темно-синий. И теперь мы посмотрим разницу. Мне кажется, что результат очевиден. И я надеюсь, что доказала вам, что именно колоранты Тициана Микс являются очень концентрированными. И с помощью покупки их вы сделаете правильный выбор. Но на этом мы не заканчиваем. Я бы хотела показать вам, как ведет себя данная эмаль на подложке. Я покажу вам на примере нескольких всего лишь оттенков. Это желтый и алый. Хочу отметить, что подложка не загрунтована, не подготовлена. Я просто хочу вам показать, как выглядит этот цвет. Так. Такой же, как у нас, заколерованная краска эмаль полуматовая, аликаор. Для чистоты эксперимента мы взяли новую кисть, чтобы цвета не смешивались. Хочется сказать, что эмаль полуматовая имеет очень низкий расход и достаточно хорошо укрывает. Но поскольку подложка не загрунтована, мы, конечно, видим очень сильное полосение. Но наша задача показать вам цвет. И коллер другого производителя. Вы видите, как сильно отличаются цвета. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите обязательно свои вопросы в комментариях. На интересные вопросы мы снимем еще видео и расскажем вам все секреты нашего производства краски.